Режиссер Анна Конан, знакома рязанцам по театральной акции «Луна – одна для всех». Уже четырежды на рязанских смотринах Анна работала над постановкой. Пластика, хореография, акробатика и акцент на невербальное – ее авторский почерк. Так будет и на этот раз. Сказка Шарля Перро – лишь отправная точка. Интерпретация режиссера не привязывается к сюжету. Синяя борода в данном случае лишь образ, и для каждого он несет свое. Страхи, которые мы рождаем сами, страхи, которые приходят, приобретенные страхи, стереотипы какие-то мышленческие, которые в нас заложены с детства. Вот как они руководят нами, как они мешают нам жить. И о пути, которые каждый человек должен преодолеть, чтобы добраться до своей внутренней комнаты со своими трупами на стенах, со своими страхами, со своими вещами. И как, может быть, попробовать их победить, а может быть и не надо, а может быть и надо. Каждый человек выбирает сам кому-то спокойнее уйти в себя и прожить всю жизнь. И ничего, никуда не выходя из своей зоны комфорта, из своей комнаты. А кому-то, может быть, хочется из нее когда-нибудь выйти. Авторы спектакля исследуют миф о синей бороде, его истоки, границы и формы. А так как в театре кукол возможно все, миф превращается в пластическую фантазию. Путь и шествие внутрь себя предстоит как главным героям, так и публике. Всю дорогу путешественников будет сопровождать живая музыка. Изначально у Ани были референсы. Это та музыка, под которую они придумывали хореографию, потому что работа началась задолго до моего появления с артистами. Мы отталкивались от этой музыки, которая вдохновила и Аню, и Пашу, художник по полости. Мы начали соображать, как бы это могло быть. Я очень люблю работать с живыми музыкантами. Мне кажется, что такая работа, она... Это и удобнее, плюс это такая лабораторная, получается, история. Над спектаклем работает творческая группа из Москвы. Хореографию и трюки, вокальные партии выполняют рязанские артисты. Как и музыкальное сопровождение, обеспечено исключительно силами кукольного театра. Премьерный показ запланирован на 28 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».